День пионерии праздновал каждый советский ребенок. Это была самая массовая детская организация. После ее упразднения в 1992 году она не прекратила своего существования. Остались последователи пионерского движения. В Белореченске 19 мая на торжественной линейке собрались около сотни школьников для того, чтобы пополнить ряды пионерских дружин. Красные галстуки, девизы, сбор макулатуры, пионерские костры. Когда-то все это было непременной частью жизни советских школьников. Нынешние девчонки и мальчишки готовы следовать традициям своих бабушек и дедушек. В ваших руках мощь и слава государства, которые, я уверен, вы будете превозносить и нести с честью гордое имя пионера. Я желаю вам удачи на этом пути. И вы знаете, ребята, самое главное, чтобы вы понимали, для чего вы это делаете. Чтобы вы понимали, что это наша история. И не забывали никогда, что за этим красным галстуком стоит целая огромная жизнь всей страны. Еще раз с праздником! Будущие пионеры дружин 1, 5, 6, 7 и 8 школ равняются на знамя пионерской организации. Юные пионеры не изменялись своим идеалам даже перед лицом смерти. Многие из них погибли в годы Великой Отечественной войны. Юный партизан Николай Шульган не выдал товарища погиб смертью храброго столица Кисляковская, Пущевский район. Пионерская клятва уже не та, что была в советские времена, но ее суть осталась та же. Торжественно обещаю, любить свое Отечество, родную Кубань. Право повязать ребятам красные галстуки получили почетные гости, старшие пионер-вожатые. По традиции юный пионер возложили цветы к памятнику Ленина. Ребята только что вступили в ряды пионерской организации и, может, не до конца осознают, как это изменит их жизнь, но они хорошо знают, как должен поступать настоящий пионер. Хорошо учиться, помогать всем людям, маленьким дома помогать. Буду всем помогать, буду помогать взрослым, стареньким и буду помогать ветеранам. У меня родители были пионерами, бабушки и прабабушки были пионерами. Я горжусь, что я пионер. На этом праздник для юных пионеров не закончился. Они тут же со всем своим детским задором включились веселые соревнования. Юлия Вагапова, События и люди.